Продолжение следует... ...и чрезвычайно необычных дел. 74-й год. Иркутская область, село Беликут. Ирина Суфьянова собралась вздремнуть на сдвинутых стульях. Но вдруг хлопнула входная дверь в сельсовет. Женщина прислушалась, потом встала и выглянула в коридор. Заметив свет в кабинете, бухгалтера направилась туда. Возле сейфа Ирина увидела двух незнакомых мужчин. Вы кто такие? Что вам здесь надо? Вместо ответа один из них достал из-за пажихи молоток. В ужасе женщина-сторож бросилась к двери. Но преследователь все же успел нанести ей удар в спину. Ирине хватило сил вырваться. Суфьянова распахнула дверь на улицу и тут же угодила в руки третьего незнакомца. Бандиты скрутили ее и поволокли на задний двор. Там швырнули на землю и забросали стоявшими поблизости газовыми баллонами. Убедившись, что женщина мертва, один из преступников достал из кармана конфет. С удовольствием проживал ее и бросил обертку рядом с телом. Это бессмысленная расправа стала первой, но далеко не последней в длинном списке преступлений, совершенных одной из самых жестоких банд Советского Союза. Впрочем, пусть об этом расскажут настоящие профессионалы. Юрий Курин. В 1978 году прокурор следственного отдела Иркутской областной прокуратуры. Уверен, идеальных преступлений не бывает. Всегда найдется улика, которая укажет на виновного. Светлана Коткина. В 1978 году судья Иркутского областного суда. Главным в своей работе всегда считала беспристрастность. Мира Песлегина. В 1978 году старший следователь Иркутской городской прокуратуры. Никогда не боялась трудностей в работе, поэтому ей доверяли расследования самых запутанных дел. 1974 год. Выходит совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Короткое, но звучное слово «БАМ» надолго входит в лексикон советских людей. Строители ехали на стройку и за длинным рублем, и за романтикой. Со времен Второй мировой войны прошло без малого 30 лет. Тем не менее, находится человек, который не знает об этом. На Филиппинах сдается властям последний солдат японской императорской армии Хиро Анода. Все это время он прятался в джунглях. И о том, что война закончилась, узнал случайно, встретив там студента-натуралиста. В 1974 году вся планета, затаив дыхание, наблюдает за сражениями, которые кипят на юбилейном 10-м чемпионате мира по футболу, проходящем в Германии. Симпатии многих болельщиков на стороне блистательных голландцев во главе с Йоханом Круифом. Но в решающем матче они уступают сумрачному германскому гению. В это же время сотрудникам правоохранительных органов Иркутска пришлось вступить в борьбу с жестокой бандой грабителей и убийц. 74-й год. Город Иркутск. Утром в дежурную часть милиции поступил звонок. Уборщица продавальственного магазина сообщила. Она пришла на работу и обнаружила, что дверь служебного входа взломана. В торговом зале и складских помещениях разгром. Сразу видно, недостает многих товаров. По названному адресу выехала оперативно-следственная группа. По тем временам масштаб краж был впечатляющий. То есть вы можете себе представить, что унесли все, что представляло какую-нибудь ценность. Осмотрев место происшествия и составив список пропавшего, оперативники сразу отметили несколько странных деталей. Прежде всего удивляла неразборчивость налетчика. Сорвав немалый куш, они, тем не менее, не побрезговали мелочами. Унесли дешевенький транзисторный приемник из подсобки, телефонный аппарат из кабинета заведующего и даже скрутили несколько дверных задвижек. Характер преступления был довольно-таки странен. Серьезные люди, идя на преступления, так себя не ведут. Дерзость воров тоже не укладывалась в голове. После преступления они явно не спешили уходить. Наоборот, устроили себе застолье прямо в магазине. Они устраивали целые там вечерюнки себе. Вот если, допустим, нарвутся на торты, они эти торты сядут, сметут, съедят с водой, с чаем, чем попало. Пол в торговом зале был буквально усыпан пустыми обертками от конфет. Очевидно, они учинили погром не для того, чтобы скрыть следы преступления. Скорее, это выглядело вызовом сотрудникам правоохранительных органов. Но кто и почему мог действовать так дерзко и странно? Первыми под подозрение следствия попали малолетние правонарушители. Повышенный интерес к сладкому сыграл свою определенную роль в этом деле. Можете себе представить, чтобы серьезные люди, рецидивисты, идя на дело, на месте, вдруг решили сесть и попить чайку с конфетами. Бессмысленная страсть к разрушениям и неразборчивость в трофеях тоже поддерживали эту версию. Оперативники занялись проверкой неблагополучных подростков. А буквально через несколько дней в городе произошло очередное странное преступление. В тот день повар Татьяна Морозова пришла на работу первой. Издали заметила, что входная дверь приоткрыта. Морозова переступила порог детского сада, и у нее мгновенно перехватило дыхание от увиденного. В коридоре царил невероятный разгром. Повсюду валялась сломанная мебель, разбитая посуда, перевернутые кастрюли и пустые обертки от конфет, приготовленных на подарки детям. Первая кровь. Появилась основная версия, что детка делала руку одной и той же банды саранча. Новые жертвы неуловимой банды. Каким бы ни был преступник, его все равно тянет стереотип его преступного поведения. И задержание подозреваемого. Саранча. Прибывшие по вызову сыщики увидели уже знакомую картину. Конфеты-то, ну все сладости. Тогда было трудно с сахаром, они этот сахар воровали. Вот не только товары, но и продовольствие. По почерку преступление стало ясно. Кражи в продмаге и детском саду – дело рук одних и тех же людей. Но снова никаких следов, кроме конфетных оберток, обнаружить не удалось. А скоро разрушительные налеты загадочных любителей сладкого превратились в настоящее бедствие для сотрудников правоохранительных органов Иркутской области. Они совершили очень много преступлений. Преступления они совершали на территории разных районов Иркутской области, совершали их в ночное время. И самое страшное, что это продолжалось длительное время. Загадок становилось все больше. Судя по географии преступлений и объему краж, у налетчиков был транспорт. А это означало лишь одно – в группировке есть взрослые люди. На причастность к налетам проверили сотни ранее судимых за кражи и десятки подростков, стоявших на учете в детской комнате милиции. Но все напрасно. Оперативники взяли на контроль скупщиков краденного продовольственные рынки и комиссионные магазины, в которых могли появиться трофеи банды. Но и это не помогало. Когда стало понятно, что какие-то преступления, совершаемые на территории Иркутской области, остающиеся нераскрытыми, являются результатом работы одной группы, то для этого была создана оперативно-следственная бригада из работников уголовного розыска, областной прокуратуры, экспертов. Сыщики пытались понять мотивы происходящего. С одной стороны, корысть была налицо. С другой – непонятно, почему воры сметают все без разбора, как саранча. Порой складывалось впечатление, что им важнее сам процесс, а не добыча. Тем временем в области произошло еще одно ЧП. 74-й год. Иркутская область. Село Слюдянка. Ранним утром участкового Слюдянки разбудил настойчивый стук в окно. Лейтенант быстро встал и направился прямиком к входной двери. На пороге его ждала целая делегация селян. Скорее, в сельсовет. Там Ирину убили. Вместе с односельчанами милиционер отправился к месту происшествия. Увиденное повергло его в шок. Зверское такое убийство было страшное. Положили на нее четыре газовых баллона. И она под этим грузом погибла. Мать шестерых детей Ирины Суфьянова подрабатывала ночным сторожем в сельсовете. Была веселой и добродушной. Кто и почему мог так бесчеловечно расправиться с ней? Участковый немедленно сообщил о случившемся в Иркутск. Когда приехали сотрудники Иркутской прокуратуры, осмотрев территорию и место, у них сразу появилась основная версия, что это дело рук одной и той же банды саранча. При осмотре тела погибшей криминалисты обнаружили рядом с ней обертку от дефицитной шоколадной конфеты Гулливера. В СССР шоколад имел привкус дефицита. Чаще его покупали не для того, чтобы есть, а для того, чтобы дарить. Фабрики «Красный Октябрь», «Ротфронт», «Бабаевская» славились своими знаменитыми сладостями на весь Союз. Загадка, «Куратино», «Шалунья», «Сверель», «Парус», «Зоренька», «Горбунок». Наши любимые конфеты-батончики! Конфеты Гулливер были особенно желанным подарком для любого советского малыша. После они походили на мишку на севере или красную шапочку. Но одна конфета Гулливер по величине заменяла пять обычных. Это обходилось дешевле, чем даже сто грамм конфет россыпью. Но глаза малыша горели больше. Он маленький, а конфета такая большая. Полезные и питательные. Детские. Шоколадные. Кофеи. Батончики в пол! В начале 70-х в Иркутске купить такие конфеты в магазине было просто невозможно. А незадолго до убийства в городе произошло очередное ограбление продмака. В числе трофеев налетчиков оказалось и несколько коробок с конфетами Гулливер, предназначавшимися для спецзаказов. Неужели убийство тоже дело рук саранчи? Эту догадку сыщиков подтверждали и другие обстоятельства преступления. Бандиты беспощадно расправившиеся с беззащитной женщиной устроили погром в помещении сельсовета. А забрали то, на что вряд ли позарились бы другие налетчики. Опытные сыщики понимали, однажды, пролив кровь, бандиты наверняка пойдут на новые убийства. Есть такой закон в криминалистике, что каким бы изощренным, каким бы квалифицированным и интеллектуальным не был преступник, его все равно тянет стереотип его преступного поведения к тому преступлению, которое он совершил до этого, и которое осталось нераскрытым. На сей раз закон криминалистики тоже оказался прав. В тот вечер Александр и Марина никак не могли расстаться. Держась за руки, влюбленные долго бродили по ночному городу. Но с каждым часом девушка начинала волноваться больше и больше. Уже за полночь скандала с родителями не избежать. Пора домой. Молодые люди почти дошли до нужного дома, когда навстречу им выскочили трое незнакомцев, едва не сбив Александра с ног. Через секунду у обочины притормозила машина. Мужчины запрыгнули в нее и уехали. Влюбленные сделали еще несколько шагов и заметили странную вещь. В почтовом отделении, расположенном на первом этаже жилого дома, было разбито окно и настиж распахнута дверь. Посовещавшись, молодые люди вызвали милицию. Сразу было очевидно, что это серьезное преступление. Был взломан сейф. Из него был украден револьвер системы «Наган» и 12 боевых патронов. Согласно правилам, в первую очередь, оперативники занялись проверкой сотрудников почтового отделения, их родных и знакомых. А вскоре похищенный «Наган» дал о себе знать. 1974 год. Иркутская область. Эхирит. Булагатский район. В тот вечер водитель автобуса Геннадий Малышев возвращался в родной поселок Боэндай из Иркутска последним рейсом. Пассажиров в салоне не было. Малышеву очень хотелось поскорее добраться до дома. Поэтому на пустой ночной трассе он разогнался от души. Но вдруг в свете фар увидел лежащего у обочины человека. «Неужели сбили и уехали?» – пронеслось в голове у водителя. Он затормозил, подошел поближе и сразу понял – ДТП тут ни при чем. В голове покойника зияла огнестрельная рана. Нечеловеческая жестокость. Неотмеченная печатью интеллекта, но при этом он обладал зверинной интуицией. Неуемная страсть к наживии. У нас в прокуратуре был отведен один кабинет. Там лежали все похищенные ими товары. Саранча. Личность погибшего установили быстро. Им оказался директор школы поселка Боэндай Михаил Маханов. Он возвращался на своем личном автомобиле с совещания из Иркутска к себе домой. Поскольку автомобиль Маханова исчез, основной версией расследования этого убийства стал угон. При осмотре места преступления криминалисты обнаружили следы протектора мотоцикла. Судя по всему, он принадлежал бандитам. Тогда у них был только один мотоцикл. Они его остановили и зверски убили из пистолета. И завладели этой машиной. Когда рядом с телом Маханова нашли несколько оберток от конфет «Гулливер», стало ясно. За этим убийством стоит все та же неуловимая банда. Но сыщиков ожидало еще одно открытие. По результатам баллистической экспертизы выяснилось. Стреляли из нагана похищенного в почтовом отделении. Это сейчас таких дел немало. Потому что и уровень преступности, и характер преступлений существенно изменились. А в тех, в советские времена, это преступление, конечно, очень сильно нарушило общественный порядок. Состояние законности привело к такому ажиотажу в обществе. Сотрудники правоохранительных органов понимали. Банда с каждым днем становится все сильнее и опаснее. Теперь в ее арсенале появилось оружие и дополнительный транспорт. Грабежи были, базы были, магазины были, детские сады, почтовые отделения, частные дома. Там все было. Много-много было эпизода, многоэпизодное дело. Но самое страшное. Они стали убивать. А значит, будут новые жертвы. На поиски саранчи были брошены все силы Иркутской милиции. Все работники всех служб, и госавтоинспекции, и патрульно-постовой службы, и уголовного розыска, и участкового инспектора в Иркутской области уже длительное время жили задачей розыска и задержания именно таких лиц. Всем постам ГАИ передали ориентировки на угнанный автомобиль Маханова. Оперативники проверяли владельцев мотоциклов, искали возможных свидетелей убийств и ограблений. Прошел год, и титанический труд принес удивительный результат. Задержание произошло при обстоятельствах, которые, на первый взгляд, кажутся случайными. Да нет, такого не бывает. В большинстве случаев задержание происходит, потому что соответствующая работа информационная проводится, и личный состав органов внутренних дел, прежде всего, сориентирован на розыск и задержание именно этих преступников. Сотрудник ГАИ, дежуривший на въезде в Иркутск, обратил внимание на подозрительную машину, двигавшуюся со стороны области. Была очень грязная погода, машина вся была замызганная грязью, и обратил на это дело внимание сотрудник ГАИ, который там на посту стоял. Он прослесел свисточек, остановил их. Инспектор осмотрел машину и еще больше насторожился. Цвет и модель совпадали с числившимся в угоне жигуленком директора школы, убитого бандой саранчи. В салоне сидели четверо подвыпивших мужчин. Там половина их спала, один сидел за рулем. ГАИшник этот говорит, документы, а у них никаких с собой документов нет. Откуда едете, куда стал их допрашивать. И, короче, он пришел к поводу, что это банда. А уже все было на слуху, все знали, что идет розыск этой банды. И вот этот парень-то, молодой парнишка, он тут же вызвал себе подмогу. Полусунные пассажиры остановленной машины явно не ожидали столь стремительного развития событий и поэтому не успели оказать сопротивление при задержании. А когда машину подозреваемых тщательно досмотрели, сомнений не осталось. Это бандиты. Багажник машины был доверху набит ворованными продуктами питания, обувью в коробках и рулонами ткани. В бардачке обнаружили наган. А в карманах одного из задержанных, Леонида Солдатова, пригоршню дорогих шоколадных конфет. Ну, это был большой праздник. А дело-то очень расследовалось и долго. Я где-то года полтора работала на нем. Надо было ведь все подсчитать у каждого, чтобы ни один эпизод не выпал, чтобы сумма была выделена, и количество похищенного, и стоимость похищенного, и ущерб вывести. Это очень была кропотливая работа, большая. Начались допросы, во время которых следователям предстояло выяснить не только причастность каждого из подельников к совершению ряда преступлений, но и разобраться, кто есть кто. По каждому эпизоду нужно было установить степень вины, значит, разграничить степень участия каждого из состава группы. Нужно было представить доказательства, исследовать их. Было допрошено 700 с лишним свидетелей. Оказавшись в СИЗО, неуловимые дерзкие бандиты мгновенно изменились, чтобы смягчить свою участь все члены банды, стали охотно сотрудничать со следствием. Исключением оказался лишь головаль саранчи, Леонид Солдатов. Он имел всего два класса образования. Был судим ранее за умышленное убийство. И освободившись из мест лишения свободы, он был условно-досрочно освобожден в 1962 году. Вернувшись на волю, Солдатов женился, устроился работать на железную дорогу. Через некоторое время у него родилась дочь. Но существование на одну зарплату было для него в тягости. В 1974-м он решил круто изменить свою жизнь, став грабителем. Тюремные университеты не прошли для Леонида Солдатова даром. Он понимал, ему понадобятся подельники и транспорт. Он вовлекал в эти преступления несовершеннолетних, родственников своей жены. И вот на средства, добытые преступными путями, он проживал и проживала его семья. Костяк группировки составляли родственники его жены, брат и племянник Владимир и Алексей Дроник. Сначала бандиты воровали по мелочам. То, что плохо лежит. Например, осенью 1974-го солдатов с подельниками украли радиолу Беларусь с территории базы Роскультуры и похитили два велосипеда. Поняв, насколько это легко, несколькими днями позже грабители совершили свой первый циничный поступок. Они взломали один из продовольственных магазинов на окраине города. Это был первый серьезный куш банды, и солдатов предложил его отметить застольем на месте преступления. Выросший в неблагополучной семье и проведший молодость в местах лишения свободы, Леонид Солдатов питал слабость к сладостям, которые были недоступны ему долгие годы. Именно он оставлял на местах преступлений фантики от конфет. Воспитанный на ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, он не мог отказать себе в удовольствии бросить им вызов. По этой же причине вместе с подельниками и устраивали бессмысленные погромы. Человек с невысоким образовательным уровнем и далеко не отмеченный печатью интеллекта, но при этом он обладал звериной интуицией, чутьем, поэтому изобличать их было непросто, потому что они были, ну, держались вместе, понимали, что если один кто-то из них даст признательные показания, то это ударит по своим близким родственникам. Чувство безнаказанности быстро превращало бандитов в настоящих монстров. Со временем в группировке появились новые люди, приятели и сосед солдатова. Эта банда формировалась длительная, устойчивая, как я уже сказал, на основе родственных отношений. И эта группа полностью отвечала признакам, которые в уголовном кодексе появляются к преступной группе. Длительное существование, устойчивое, распределение ролей, наличие оружия, значит, планирование преступления и, самое главное, многоэпизодность. Грабители быстро поняли, чтобы не попадаться, надо расширить географию преступлений и начали колесить по области. Преступный расчет оказался верным. Ничего не было. Вот даже пока их не задержали, пока их не начали, как говорится, раскалывать, никто не мог даже сказать, кто это совершить мог. Со временем у саранчи появились и собственные сбытчики краденого. Тоже не чужие люди. Родня. Попова была. Еще были три каких-то женщины, я уже их не вспомню. Она продавала, сбывала. У ней были свои источники сбыта. И она делала деньги. Часть им отдавала, часть себе вставляла. Но там такие были товары, это, вы знаете, универмаг можно было открыть. Жестокий по своей природе солдатов быстро сообразил. Страх – лучшее средство для того, чтобы держать в подчинении подельников. Он начал убивать лишь для того, чтобы произвести эффект на своих подручных и дать им понять – с ним шутки плохи. Сторож сельсовета слюдянки Ирина Суфьянова стала его первой жертвой. В ту ночь бандиты решили взломать сейф в бухгалтерии сельсовета. Но в самый неподходящий момент объявилась женщина-сторож. Решение убить свидетельницу пришло к солдатову моментально. Поначалу он пытался убить Суфьянову молотком. Но потом решил устроить страшную, показательную казнь. Вместе с доходами росли и запросы банды. Солдатов предложил подельникам раздобыть огнестрельное оружие и еще одну машину. Похитив наган на почте, солдатовцы в буквальном смысле слова вышли на большую дорогу. Заприметив на пустынной вечерней трассе одинокий «Жигуленок», преступники сделали вид, что в них сломался мотоцикл и жестами попросили водителя машины остановиться. Михаил Маханов не смог проехать мимо. Он остановился. Подошел посмотреть, что случилось. Но как только повернулся к солдату в спиной, тот выстрелил ему в затылок. С места преступления главарь банды уехал на машине. У них было уже два транспорта на мотоцикл и эта легковая машина. И они объезжали буквально ну все, что можно было объехать, все они там под контролем и под страхом держали людей. Шокирующее заключение психиатра. И показательный суд над бандой «Саранчи». Около тысячи мест в зале. Мы в течение года рассматривали это дело и каждый день кунезий зал был заполнен. Саранча. Расследование дела банды солдатова длилось больше года и сразу стало не только резонансным, но и показательным для сотрудников правоохранительных органов. Это было такое в определенном смысле этапное дело эпохальное, потому что впервые после этого стали говорить о том, что существует уже, набирает потихонечку обороты, организованная преступность. И вот дело солдатова было одним из таких звонковых дел. Все члены банды солдатова сразу и полностью признали свою вину. Продолжал упорствовать лишь сам солдат. Он никак не хотел верить в то, что сотрудники правоохранительных органов, которых он ненавидел и так долго успешно обманывал, оказались сильнее. Но улик и фактов, собранных следствием, оказалось достаточно для того, чтобы доказать его вину. У нас в прокуратуре был отведен один кабинет. Здоровый большой кабинет. Там лежали все похищенные ими товары. Для того, чтобы подойти к количеству, пересчитать, пришлось нанимать специалистов, бухгалтеров, учетчиков, которые все просчитывали, все прочерекали на счетах, выводили сумму похищенного. Результаты бухгалтерских расчетов тоже легли в основу обвинения. Впечатляющий результат принес и обыск, проведенный в доме солдатов. У них во дворе там была большая будка, и там был пес. В будке в этой хранился весь их доход, деньги, в большом количестве денег, которые там были запрятаны, и собака их охраняла. В 1978 году в Иркутске начался судебный процесс над бандой Леонида Солдатова. Дело имело настолько высокий общественный резонанс, что было принято решение рассматривать его на выездном судебном заседании в одном из самых больших залов города Иркутска в клубе имени Дзержицкого. Там около тысячи мест в зале, и вот сколько мы в течение года рассматривали это дело, и каждый день зал был заполнен почти до отказа. Значит, такой длительный период рассмотрения дела был обусловлен тем, что группой этой бандой было совершено 250 эпизодов преступлений. Грабежи, разбои, сопряженные с убийствами, злостное хулиганство. Из этих 250 преступлений 70 было бандитских нападений. В суде когда-то властный солдат пытался разыграть из себя послушного исполнителя чужой воли, сваливая основную вину на своего племянника Дронина. Но его попытки оказались напрасными. Я была на процессе, слушала его, но когда он задевал Лешку Дронина, выставляя его за главаря, а не себя, тогда они чуть не дрались. Их разнимали. Чем больше суд вникал в подробности дела Солдатова, тем сильнее становились сомнения в его нормальности. Чудовищные убийства, бессмысленные погромы, нелепая страсть к конфетным оберткам разве может быть психически здоровым человек, в котором сочетается все это? Мы видели, что это такая личность, настолько падшая, что это крайне опасное для общества личность. Мы объявили перерыв в судебном заседании и направили Солдатова на экспертизу, психиатрическую экспертизу в институт сербского в Москве. Солдатов месяц находился на стационарной экспертизе. За ним наблюдали лучшие специалисты-психиатры. Их заключение стало для преступника приговором. Солдатова признали вменяемым и чрезвычайно опасным для общества. Когда судебное заседание возобновилось, прокурор запросил для главаря Саранчи и его главного подручного наказание в виде смертной казни. Дронин – это второе лицо. После Солдатова мы, когда выносили приговор, мы не согласились с позицией прокурора и назначили смертную казнь только Солдатову. Дронину мы назначили максимальный срок решения свободы. Тогда по кодексу это было 15 лет решения свободы и 5 лет ссылки. Судьи мотивировали свое решение тем, что юноша ранее не судим и был вовлечен Солдатовым в совершение преступлений, будучи несовершеннолетним. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и особенно мы приняли во внимание то, что он очень активно сотрудничал со следствием и судом. Солдатов же до последнего момента вел себя вызывающе. Пытался оспаривать собранные следствием доказательства, чтобы смягчить свое наказание. И главное, по-настоящему верил, что ему и на сей раз удастся добиться своего. Что вот он такой великий, и подумаешь, что там суд. Старался изворачиваться. Кое-что он признавал, инструкторами ознакомились с приговором. Кое-что он признавал. Но вот основные моменты, где грозила смертная казнь, это там, где с убийствами было сопряжено. Вот здесь солдатов себя выгораживал. Но справедливость восторжествовала. Все члены банды Солдатова были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Главарь Саранчи получил высшую меру наказания. Он никогда не думал, что его расстреляют. Не думал. Даже если вынесут приговор, в смысле, он не думал, что его приведут в исполнение. А получилось так, что капитально расстреляли его, и все. Во дворе тюрьмы. Так закончилась эта драматическая история. Впереди моих героев ждали новые уголовные тайны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова